Здравствуйте! В эфире программа Актуальная интервью и в преддверии большого события масштабного форума Общероссийского народного фронта мы приехали в гости, чтобы поговорить о будущем форуме к сопредседателю ОНФ Ольге Тимофеевой. Весь этот год я отработала как председатель комитета по экологии. Хочу сказать, что впервые в российском парламенте был создан профильный комитет, когда то слово «экология» вышло на первый план, и мы инвентаризировали законодательство. А нужно ли ставить счетчики на трубы, которые чадят старого оборудования, и когда у нас негде дышать? Такие примеры есть и на Ставрополии. А нужно ли сегодня что-то делать с реформой мусора, потому что сегодня куда ни кинься в любом лесополосе, это сегодня огромные залежи мусора, и как запускать сложнейшую реформу? А нужно ли сегодня думать о том, как очистить наши реки, как бороться с паводками? То есть огромный блок вопросов, для меня достаточно новый, весь год был в поле моего зрения. Хочу сказать, что когда мы говорим про экологию, ну, к примеру, нам должно быть чем дышать, и мы должны не болеть серьезными раковыми заболеваниями, или на чашу весов мы ставим закрытие этого предприятия, которое вредит, вот экология и экономика – это вот как раз очень сложный механизм, когда найти баланс. Нас сразу обвиняют в том, что, ага, вы за людей, а как же рабочие места, а как же налоги. Было очень жесткое давление, были сложные законы, и хочу сказать, что к концу этого года мы подошли с дополнениями в закон о так называемой мусорной реформе. То, что касается каждого из нас, нам всем придется за это платить, и мы хотим отконтролировать каждую копеечку. Мы сегодня принимаем и приняли уже ряд сложнейших законодательных актов. Мы ужесточили законодательство за издевательство над животными, внесли изменения в Уголовный кодекс 245-я статья. В регионе после принятия федерального закона мы только что, насколько вы, наверное, знаете, приняли закон о зеленом щите, то есть таких легких вокруг города Ставрополя. Я очень много вмешивалась в Кавказские минеральные воды, потому что мы сторонники не дать принять закон о Кавказских минеральных водах, который ухудшит состояние Кавминвод. Поэтому сегодня блок вопросов был новый. К концу года я пришла к тому, что мне добавили еще социальную сферу, я стала заместителем председателя Госдумы, мне добавили религии, мне добавили взаимодействие парламента с общественными организациями. То есть фронт работы, он большой. Но главный итог я всегда представляла и представляю в парламенте Ставропольский край. Не Ставропольский, как говорили раньше наши представители. Севастополь, Сентяброполь, Ставрополь, как иногда. Ставропольский край, в котором я выходила практически каждый населенный пункт ногами. И хочу сказать, что с гордостью могу сказать, что сегодня благодаря и моим усилиям в том числе появится детский садик Михайловский. Мы будем везти водовод в станицу Беломичевскую. Удалось пробить деньги на рекультивацию двух свалок. То есть мы будем убирать огромные свалки в Светлограде, огромную свалку в Кисловодске. Деньги на экологический сбор, которые пойдут в регионе. Сейчас вот все эти денежки, моя главная задача, отконтролировать, чтобы не просто выбили в Москве, а чтобы мы на самом деле увидели реально, что эти деньги заработают и дадут эффект в крае. Вы мой вопрос, который я хотел задать немножечко, ускорили про бюджет. Дополнительные средства хорошо, замечательно. А как вы расцениваете сам документ и трехлетний план? Какие там проекты для нашего края учтены? Вы знаете, на самом деле главная задача нас, как законодателей, это действительно контролировать бюджет. Профильные ведомства, министерства, образование, здравоохранение говорят, какие блоки нам на это выделяют денег. Но я вижу свою задачу, как депутат, представляющий Ставропольский край, немного в другом. В контроле тех денег, которые удалось выбить для края. К примеру, есть у нас в городе Михайловске в программу федеральную заложена школа. Там катастрофа, там в три смены учатся дети. Там действительно огромная застройка и некуда ходить в школу. Дополнительный детский садик. Но моя задача, чтобы мы через год не просто вернули деньги в федеральный бюджет, а чтобы у нас выиграла компания, которая сможет вернуть. Мне бы очень хотелось, и я всем это громко и публично говорю, что если выиграет компания из другого региона, если выиграет компания, упав по цене, понятно будет, что эти деньги никогда нельзя будет построить. И с моей стороны обещаю и запросы во все правоохранительные органы. То есть вот задача сегодня, много направлений, которые предусматривает федеральный бюджет, довести до конца. Я приведу реальный пример. Я пять лет вместе с министром Мажаровым выбиваю поликлинику в юго-западном районе Ставрополя. Когда пришел новый губернатор, уже была готова проектно-смертная документация. Был выделен участок земли, и вместе с ним, он был губернатором два месяца, мы выбивали деньги в федеральный бюджет. Уже год поликлиника в высочайшей степени готовности просто стоит, потому что не куплено оборудование. И у меня тоже возникает вопрос. Это же наш край, это же наша поликлиника. Она нужна каждый день. Когда шестая детская, третья взрослая, они просто перегружены. Поэтому сегодня, как бы ко мне не относились чиновники разных уровней, знаете, закон позволяет защищать интересы избирателей любыми способами. Пусть я пугаю, пусть я угрожаю, я говорю об этом, что, извините, все правоохранники будут везде. Но мы должны понимать, что наша главная задача и выбранных, и назначенных людей улучшить жизнь наших избирателей, ставропольцев, жителей Ставропольского края. По-другому мы там не нужны. Если мыслить, вот прийти, что-то себе заработать и уйти, поверьте, такие очень быстро сегодня уходят и иногда очень плохо заканчивают. У вас за спиной два флажочка, я думаю, зрителям сейчас покажем. На одном это флаг России, другой это ОНФ. Как и две ветви работы вашей, получается, хватает времени на все. И на что уходит больше времени, на работу с фронтом народным или на работу в ГОСДУ? Вы знаете, я общественница, обычный журналист. И с вами мы работали в одной телевизионной компании много лет, и я этим горжусь на самом деле, который ногами, выбирая и выхаживая свой округ, дошел до статуса заместителя председателя Государственной Думы. У меня есть мигалка, большой кабинет, очень большие серьезные полномочия. Но я хочу остаться тем самым общественником и возглавлять общественное движение президента России, потому что для меня это сегодня самое важное из того, что я делаю. Мы даем возможность сегодня экспертному мнению обычных людей, негативу обычных людей, которые видят беспредел в разных областях, становиться законами, менять ситуацию вокруг. И поверьте, это очень важно. Как это все взаимодействует с Госдумой? Сегодня мы, во-первых, я куратор направления по взаимодействию со средами, как вице-спикер сегодня. И вторая история, мне это помогает в работе, в отстаивании любых интересов. Мы выступали против лесной амнистии в том плане, который нам говорили, что мы нацпарки, дачки там чьи-то построим. Когда я говорила, что за мной тысячи общественников и лесников, поверьте, мы внесли поправки в закон, которые требовались быть внесены. Когда сегодня мы выступаем за то или другое, я могу опираться на людей вокруг. И никакое давление на меня в этом смысле не может быть оказано. Но ОНФ – это просто общественная нагрузка, которая мне помогает быть сильней и реально вносить серьезные коррективы. Ну, к примеру, год назад мы приняли закон о зеленом щите. То есть вокруг каждого города мы создаем зеленые легкие. Ничего нельзя строить, ничего нельзя вырубать, ничего нельзя делать. Это советское время, 70-километровые зоны вокруг Москвы. Мы не придумали ничего нового. Сегодня мы знаем, что Ставрополь приняло такой зеленый пояс вокруг города Ставрополя. А нам нужны эти зеленые пояса вокруг каждого города нашего Ставропольского края. Это моя работа в стране, когда мы увидели, что проблема есть, нам скоро нечем будет дышать, и довели ее до каждого конкретного региона. Поэтому, знаете, это очень интересно, когда ты видишь, что ты борешься с несправедливостью, ты помогаешь людям, ты можешь многие их вопросы и чаяния донести до президента страны. Но самое важное другое, не просто донести. Самое важное, что оно не сразу, но очень быстро решается потом. Таким образом, мы плавно подошли к теме предстоящего форума. Насколько я понимаю, мероприятие анонсируется как самое масштабное за всю историю. Правда ли это? Какие планы на этот форум? О чем будете говорить? Ну, на самом деле, он будет самый представительный по нашему штабу. Большое количество людей из Ставропольца приедут именно сюда, в Москву. В целом, здесь нас будет 4,5 тысячи человек. Реально масштабные, реально очень интересные и реально креативные. У нас впервые есть название. Мы Россия, устремленная в будущее. И мы не просто, знаете, будем таким буфером, выдохом пара, когда приедут люди и будут говорить, а у нас там вырубка, а у нас там нет учебников, а у нас детям-сиротам не там купили квартиры, а у нас не заплатили деньги. Это, в принципе, чаяние всей страны. Мы разделимся на площадки образования, здравоохранения, экология. Задача будет предложить некий короткий план, как мы его видим, и в том числе потом презентовать президенту, что мы можем поменять в стране, какой мы видим Россию не через когда-то 30-40 лет, сегодня, через 2, через 3, через 5 лет. Мы хотим его сделать таким устремленным в будущее, будет очень много молодежи впервые. Знаете, когда говорят, что молодежь не участник общественных организаций, на них делают ставки, говорят, что они когда-то наше будущее. Да неправда. Это сегодняшнее наше настоящее. Тем, кому сегодня 18, 20, 25, поверьте, они гораздо умнее, чем мы. Они живут в другом современном информационном мире, с ними нужно считаться, и они реально полноправные участники. Они не будущие, они уже настоящие. Когда мы их призываем в свои ряды, предлагаем им свои проекты, поверьте, активно отключают, подключаются, предлагают нам свои идеи, предлагают нам свои проекты. Огромное количество волонтеров, огромное количество участников всевозможных акций. И когда говорят, молодежь пассивна, поверьте, абсолютно неправда. Это люди, на которых сегодня можно положиться, очень многое доверить. И знаете, на одном из форумов я общалась с молодой девчонкой, которая встала и сказала, я займу ваше место. И знаете, я уверена, что так будет, потому что сегодня она уже составляет достойную конкуренцию. Что будет? Мы, конечно, ожидаем нашего лидера. Он бывает у нас все время. Мы надеемся, что он посетит нас и в этот раз. Мы ждем от него новых задач, новых, наверное, каких-то положений, которые он нам скажет. Потому что все эти годы, что мы делали? Мы контролировали его указы и поручения. Сегодняшняя наша задача вместе с властью решать проблемы Ставропольского края. К другому не бывает. Те же самые мусорные свалки. Мы говорим, мы составляем карты свалок. Мы просим властей и всех мэров, всех территорий. Но обращайте внимание на то, что говорят люди. Но выезжайте туда. Ведь мы не слепо, глухо, немые. Мы все знаем, где, что и как происходит. И не считаться с мнением людей сегодня невозможно. Ну и, знаете, самое главное, когда ты встречаешься с президентом на любых форумах, это такой мощный энергетический заряд. Это заряд. Вот мы такая, знаете, большая команда. И хочу сказать, что когда ты приезжаешь обратно, ты понимаешь, что ты делаешь правильно. Потому что ты общаешься в среде единомышленников. Ну а тем более, когда президент, это сегодня безусловный лидер страны, президент, который действительно сегодня показал и дает очень четкие ориентиры, я думаю, что, знаете, это в том числе и помощь Ставрополью. Потому что у нас достойные люди сегодня его представляют. И я думаю, что дальше мы многие решения будем решать, которые будем менять, они помогут у изменит ситуацию и в краю. Ну и, знаете, те, кто, может быть, не ходят в штаб Общероссийского народного фронта, не являлись его активистами, но за свои территории, за города Ставропольского края, в целом за наш край, за страну, включайтесь в наши ряды. Когда мы выходим на субботники, когда мы реально заставляем чиновникам не класть асфальт в снег, когда мы заставляем донасчитывать деньги на учебники, ведь это правильные истории, которые помогают нам всем. Я тот самый реальный пример, когда из обычной девчонки-журналистов, которая прожила много лет на Ставрополье, ногами дошла до Государственной Думы страны. И я по-прежнему остаюсь общественницей. И, знаете, мой посыл, наверное, людям в большей степени молодым. Дерзайте, мечтайте, стремитесь, вас выгоняют в дверь, заходите в окно. Нет другого пути. Нас нигде не ждут, нам ничего не свалится на голову. Но сегодня есть реальный шанс, когда тебя слышат, когда тебе помогают, а самое важное, когда ты нужен. Всех с наступающим Новым Годом! И мне кажется, что год 18-й должен быть удачным для всех нас. Спасибо Думы на этой позитивной ноте. Мы сегодняшнюю встречу завершим. Мы будем обязательно следить и за работой, и форумом. А, надеюсь, встретимся на его площадках. Спасибо.